Космическая гонка миллиардеров обострилась до предела, когда Ричард Брэнсон, эксцентричный владелец Virgin Group, подпортил триумф самого богатого человека в мире, Джеффа Безоса, заявив, что полетит в космос раньше него. Интересно, что Илон Маск, третий участник самой амбициозной гонки века, пока отмалчивается и ничего не сообщает о своих планах полетов в космос. Историю конфликта, технологии и то, зачем миллиардеры стремятся покинуть пределы Земли, смотрите в этом выпуске. Все три компании, участвующие в космической гонке миллиардеров, были основаны в начале 2000-х, но если Брэнсон и Маск максимально освещали свою деятельность, то компания Джеффа Безоса Blue Origin годами держала в секрете разработку своей ракетной технологии. В 2017-м Безос сказал, что ежегодно продавал акции Амазон на сумму около миллиарда долларов для финансирования своих космических амбиций. Знакомый предприниматель также рассказал СМИ, что резкое изменение физической формы Безоса также связано с подготовкой к главной мечте — самому стать астронавтом. Сейчас на счету Blue Origin многолетние тестирования суборбитальной ракеты New Shepard для туристических полетов. Также компания разрабатывает более крупную ракету New Glenn для доставки полезной нагрузки на низкую орбиту и секретный будущий проект New Armstrong, который, похоже, должен стать чем-то вроде проекта Starship Илона Маска. С Маском Безоса связывает давняя история соперничества. SpaceX и Blue Origin боролись за право аренды LC-39A — ракетной платформы, которая использовалась для запуска лунных миссий Apollo. SpaceX выиграла аренду в 2013 году, а Blue Origin пыталась опротестовать это в суде. Сейчас Безосу приходится довольствоваться другой платформой — SLC-36. В 2014-м SpaceX судилась с Blue Origin, чтобы аннулировать их патент на посадку ракет на корабли в море. Маск выиграл процесс, и уже в 2016-м SpaceX удалось произвести первую удачную посадку ракеты в море, тогда как Blue Origin к этому времени даже не построила морскую платформу для посадки ракет. В конце 2016-го года Blue Origin анонсировала New Glenn, который напрямую конкурирует с Falcon Heavy от SpaceX, ракетой более крупной, но с меньшей полезной нагрузкой. Но самым серьёзным конфликтом между компаниями стала битва за строительство лунного посадочного модуля для миссии NASA Артемида, которую выиграла SpaceX. Дезос, как сообщается, был в ярости и заставил Blue Origin официально спорить это решение. Спор не только потенциально отложил лунную миссию NASA, намеченную на 2024 год, но и, вероятно, вынудит агентство как минимум заключить контракт ещё с одним разработчиком технологий лунной посадки. Исторически это стандартная практика для агентства, когда наличие двух исполнителей страхует миссию от сдвига сроков и потенциальных проблем с разработкой. Станет ли вторым партнёром NASA именно Blue Origin, покажет время. Тем не менее, 20 июля должно было стать настоящим триумфом Безоса, когда он отправился бы в космос на собственной ракете и, наконец, смог бы соперничать с Илоном Маском по инфоповодам в космической сфере. Но тут вмешался Ричард Брэнсон. Глава Virgin Galactic заявил, что совершенно случайно и, независимо от полёта Безоса, решил отправиться в космос 11 июля. Virgin Galactic была основана в 2004 году после поглощения компании Spaceship One, построившей первый частный многоразовый космический корабль. Брэнсон сразу начал продавать билеты по 200-250 тысяч долларов за штуку будущим космическим туристам, в том числе таким знаменитостям, как Джастин Бибер и Анжелина Джоли. Всего на сегодня предприниматель успел продать более 600 билетов. В отличие от компаний Илона Маска и Джеффа Безоса, Virgin Galactic разрабатывает не ракеты и капсулы, а суборбитальный космический самолёт Spaceship Two, который сначала поднимается над Землёй на высоту порядка 15-20 километров под крылом самолёта-носителя White Knight Two, а затем отделяется от него, включает ракетные двигатели и отправляется в суборбитальный полёт. Также Брэнсон владеет компанией Virgin Orbit, представляющей услуги по запуску малых спутников. Blue Origin и Virgin Galactic находятся на одном рынке суборбитального космического туризма, но, как уверяют оба миллиардера, предлагают совершенно разный опыт. Весь полёт туристов Blue Origin займёт 11 минут. Шестиместная пассажирская капсула будет запущена в космос ракетой New Shepard. Когда она достигнет нужной высоты, капсула отделится, подарит пассажирам несколько минут в невесомости и начнёт спускаться на Землю, приземляясь на парашютах. Сама ракета также должна вернуться для повторного использования. Весь полёт пройдёт в автоматическом режиме, туристы будут в обычных комбинезонах, а не скафандрах, но в капсуле предусмотрено наличие кислородных масок на случай утечки кислорода. Сама ракета оснащена аварийной системой, способной отбросить капсулу при поломке ракеты, а в капсуле есть дублирующие системы безопасности на случай, если парашют не раскроется. 20 июля первыми от Blue Origin полетят сам Безос, его брат, 82-летняя Уольф Фанк, бывшая в 1961 году участницей программы Mercury 13, тестировавшей женщин для полётов в космос, и мультимиллионер, купивший билет на аукционе за 28 миллионов долларов. Это, кстати, сильно завышенная цена, учитывая, что в будущем Безос надеется снизить стоимость билета до 250-500 тысяч долларов. Стартовое окно для первого пассажирского полёта Virgin Galactic откроется 11 июля. Однако точная дата будет зависеть от технической готовности всех систем и погодных условий. Самолёт-носитель для миссии Unity 22 носит имя Virgin Mothership Eve в честь матери предпринимателя, а космический корабль назван VSS Unity. Весь полёт должен занять около 10 минут, из которых 3 минуты пассажиры и пилоты будут находиться в невесомости. Высота полёта составит 88 километров, что ниже официальной международной границы атмосферы и космоса — 100 километров, однако выше, чем граница космоса, установленная в ВВС США — 80 километров. И здесь Джефф Безос торжествует, подчёркивая, что его капсула поднимется на высоту 106 километров, и заявляя, что это будет совершенно другой опыт, чем у пассажиров Virgin Galactic. С другой стороны клиентов Ричарда Брэнсона ждёт достаточно комфортный полёт с плавным приземлением на аэродром, тогда как туристы Blue Origin, очевидно, испытают большие перегрузки при подъёме и довольно ощутимый толчок в момент раскрытия парашютов. Зато компания Брэнсона недавно объявила, что получила лицензию от Федерального управления гражданской авиации на перевозку пассажиров на будущие регулярные коммерческие космические рейсы и начнёт проводить их в 2022 году. А что же Илон Маск? Хотя предприниматель не раз заявлял, что хотел бы умереть на Марсе, о его планах на полёты в космос ничего не известно. Хотя во всей гонке SpaceX единственная из трёх компаний, которая вышла за рамки испытательных полётов и регулярно отправляет астронавтов НАСА на Международную космическую станцию. Осенью компания отправит на МКС полностью гражданскую миссию, а уже в августе этого года может состояться и орбитальный полёт Starship. Если всё получится, то у человечества впервые в истории появится полностью многоразовая космическая система сверхтяжёлого класса, способная выводить на орбиту более 100 тысяч килограммов полезной нагрузки и все её части будут возвращаться на Землю для дальнейшего использования. Подробнее о рекордах и планах SpaceX мы рассказывали по ссылке в подсказке. Но что же в будущем? Зачем миллиардеры так стремятся покинуть Землю? Здесь планы у всех разные. Илон Маск известен своим стремлением основать колонии на Марсе с населением миллион человек к 2050 году, для чего он собирается построить флот из тысячи звездолётов Starship. А вот планы Джеффа Безоса более интересны. Ещё при окончании школы он заявил, что хотел бы построить космические отели, парки развлечений и жилые колонии для двух-трёх миллионов человек. Безос представляет себе множество космических станций, находящихся в постоянном движении для создания искусственной гравитации на орбите Земли. Некоторые будут копировать идиллические версии знакомых городов, национальных парков и достопримечательностей. Всё это немного напоминает сюжет фильма «Элизиум». Согласны? Глава же Virgin Galactic Ричард Брэнсон планирует в основном и дальше получать удовольствие от всего, что делает. Предприниматель всегда заявлял, что это его главная жизненная кредо, и Virgin Galactic он основал исключительно для развлечения себя и других космических туристов. Брэнсону было бы достаточно парка транспортных средств, которые могут доставлять туристов в космические отели или обеспечивать молниеносные трансконтинентальные перелёты. Однако его компания в 2017 году образовала Virgin Orbit, которая работает над отправкой спутников на орбиту. Также летом прошлого года стало известно, что Virgin Galactic подписала контракт на подготовку туристов к полётам на Международную космическую станцию, так что, очевидно, планы предпринимателя со временем меняются. А как считаете вы, к чему приведёт космическая гонка и зачем миллиардеры так стремятся покинуть Землю? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и не пропускайте новые выпуски.